Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня речь пойдет про бактерию Helicobacter. Это на самом деле серьезная проблема современности, и вам поэтому надо знать не только как убрать ее не антибиотиками, без химии, а такая возможность есть, но вам еще нужно знать, что это такое, какие признаки поражения, какие возможны осложнения, ну и так далее. Не будем терять времени, начинаю. Helicobacter это бактерия, которая поражает пилорический нижний отдел желудка и двенадцатиперстную кишку. Примерно 50 процентов населения планеты поражена этой бактерией. Эти спиралевидные болезнетворные микроорганизмы были описаны еще более ста лет назад польским профессором Егорским. Позднее эти бактерии были найдены и в желудках у животных, долгие годы на эту инфекцию закрывали глаза и не подозревали о реальной ее опасности, но в конце семидесятых годов прошлого века ученый Роберт Уоррен доказал, что эти бактерии обитают на воспаленной желудочной слизистой оболочке. А в странах с низким социально-экономическим уровнем жизни и где не соблюдают правила гигиены, начиная от Индии, Бангладеш и так далее, эта инфекция и осложнения, связанные с ней, выявляются даже у детей в возрасте до 10 лет. Более полное осмысление влияния этих микроорганизмов на заболевания желудочно-кишечного тракта и в первую очередь на желудок и 12-перстную кишку пришло где-то в 80-е годы. Тогда удалось доказать связь с воспалительными заболеваниями ЖКТ. Так вот, каков же механизм работы хеликобактер? Ведь среда желудка кислая. Дело в том, что в результате своей жизнедеятельности эти бактерии формируют вокруг себя такое как бы облако, как капсулу щелочной среды, что позволяет этому микроорганизму выживать в агрессивной среде желудка. В 12-перстной кишке ей жить гораздо проще, потому что там уже щелочная среда. Беда в том, что на ранних этапах развития данного заболевания увеличение колонии хеликобактер в желудке и 12-перстной кишке нет никакой симптоматики. Но уже при серьезных, средних поражениях, более тяжелых, симптоматика все-таки есть. И эта симптоматика характерна и сопровождает такие серьезные заболевания, как гастрит, диуденит, язвенная болезнь желудка и язвенная болезнь 12-перстной кишки. И, конечно, доказанная связь хеликобактер с раком желудка, за что была присуждена Нобелевская премия не так давно. Тем не менее, есть люди, у кого хеликобактер присутствует, но заболеваний, по крайней мере, в данный момент обследования нет. Основной путь заражения, безусловно, через грязную воду, продукты питания и, конечно же, несоблюдение правил гигиены, о чем я всегда говорю и подробно рассказывал об этих правилах в моем видео про паразитов, то есть гельминтов. Эти бактерии выявлены и в солюне, и в желудке кошек, и крупного рогатого скота, и других многих млекопитающих животных. Пути передачи через животных возможны. И все же важно сказать о симптомах, которые сопровождают поражение хеликобактерной инфекции. Я уже говорил, что бывает так, что нет никаких симптомов, но, как правило, есть следующего характера. И если они есть, то необходимо исследовать эту проблему. Вообще, любому человеку пройти обследование на хеликобактер стоит. А какие обследования, я далее скажу. Итак, характерные симптомы. Это, во-первых, вздутие, тошнота и рвота, боли или дискомфорт верхней части живота, изжога, чувство переполненного желудка после приема незначительного количества пищи. Также все симптомы, которые характерны для дефицита железа. Если таковые есть, если врач обнаружил дефицит железа, тоже следует пройти обследование на хеликобактер, помимо, естественно, обследования на паразитов. А также характерные симптомы – это черный стол. И все же помните, не все язвы, не все заболевания воспалительного характера желудка и 12-перстной кишки могут вызываться хеликобактером. Безусловно, не все. И эти заболевания часто вызываются лекарственными препаратами, например, обезболивающими. Тем не менее, проблемы серьезные, обследоваться нужно. Как выявить хеликобактер? Есть несколько тестов и исследований. Во-первых, иммуноферментный анализ крови. Но тут важно помнить, о чем я уже говорил много лет назад в видео про паразитов, что этот анализ демонстрирует то, что когда-то вы с этой инфекцией встречались. Но в данный момент времени не обязательно, что есть инфекция в активной форме. А вот анализ КАЛА на антиген к хеликобактеру серьезный анализ, очень важный, который необходимо сделать, чтобы точно понять, есть ли в данный момент это проблемы. Есть еще дыхательный уреазный тест. Ну и, конечно, биопсия. Это уже назначает опытный врач по необходимости. Дорогие друзья, я советую вам подписаться на мой канал в Телеграме. Мало ли что будет с Ютубом, а там вы сможете смотреть мои видео, которые я буду выпускать впоследствии, если вдруг не будет Ютуба. Сейчас этот канал дублер, а под этим видео, по ссылкам, вы найдете и другие мои соцсети, где можно найти те или иные мои видео выступления на разные темы. Смотрите ссылки под этим видео. Если у вас есть или были заболевания желудочно-кишечного тракта, тем более язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, если есть характерные симптомы, если есть атрофический гастрит, если есть дефицит железа, если есть у прямых родственников онкология желудка или была, необходимо пройти тест на хеликобактер. Если инфекцию выявили, врачи обязательно будут вам назначать лечение с использованием двух-трех антибиотиков, как минимум в целом трех препаратов. И при всем при том, эта методика лечения не гарантирует полного излечения. И в 20% случаях, а то и более, хеликобактер даже при сильных антибиотиках не лечится. Побочных эффектов у такого лечения много, вы обязаны с ними ознакомиться, и врач обязан вас об этом предупредить. Есть состояние организма, иммунодефицитные состояния, ослабленные организмы. И при таких состояниях очень опасно применять различные серьезные препараты, тем более антибиотики. Особенно тем людям, у которых есть синдром дырявого перфорированного кишечника, дисбактериозные состояния и, как я уже сказал, иммунодефицит. Но есть одна альтернативная методика натуральным средством, которое позволяет вылечить хеликобактер. Естественно, нужно до и после курса пройти исследования, которые покажут, соответственно, результативность. Сейчас я расскажу вам об этой методике, ну а далее о профилактике и о лечебной диете при прохождении методики и после нее. Итак, дорогие друзья, хеликобактер не переносит, соответственно, лечится, уничтожается лавандовым чистым медицинским маслом. Наперед скажу и скажу трижды, потому что один раз, как практика показывает, бессмысленно, потому что люди, когда я говорю, что вот купить можно там-то, люди постоянно пишут в комментариях, а где можно купить? Имейте уважение, имейте какой-то маломальский, так сказать, собранность и разум. Итак, купить можно лавандовое масло у нас на сайте nadgard.ru. Раз в год мы получаем его при сборе урожая из одной лаборатории Крыма. Лучшее, самое чистое, без каких-либо дополнительных ингредиентов в составе. Итак, возьмите чистое лавандовое масло, а хранить его надо, понятно, в темном месте, мы его поставляем в пузырьках из темного стекла, при температуре, ну, до 35-40 градусов, желательно не выше, можно при нуле, небольшую заморозку он держит. Применять нужно первые три дня по одной капле для привыкания три раза в день, примерно за 20-40 минут до еды. Эту каплю нужно добавить в 50-100 миллилитров слегка теплой воды, размешать ложечкой и выпить. В дальнейшем, при нормальной реакции, при отсутствии нежелательных реакций, а таких и быть не должно, через три дня нужно увеличить дозу до двух капель три раза в день. В дальнейшем, каждый день увеличивайте на одну каплю, дойдя до пяти капель три раза в день. И так оставить эту дозу на следующие 30 дней. А следующие 30 дней принимать, снизив до трех капель три раза в день. За два месяца вы должны полностью избавиться от хеликобактера. Соответственно, сдайте анализы. Некоторые другие рекомендации, попутные вместе с этой методикой, я даю прямо под этим товаром на моем сайте nadgard.ru. Найдите в поисковой строке «Лавандовое масло», там прочтете. Там же можете заказать. Ну, а теперь некоторые меры профилактики. Чтобы избежать заражения и впоследствии, если оно было, избежать вторичного заражения, необходимо соблюдать простейшие правила. Помещения, особенно где ходит много людей, где есть домашние животные, обрабатывать озоном, обрабатывать водными стерилизаторами, есть такие самые экологичные средства обработки от инфекции. Тщательно нужно мыть руки до еды, после посещения публичных мест, уборной, после того, как вы трогали любые ручки, автомобили, дверные, входные и так далее. Использовать только свои персональные средства гигиены. Полотенца, зубные щетки, мыло и так далее. Мыло используйте лучше дегтярное. Нужно полностью избавиться от патологий желудочно-кишечного тракта. Если таковы есть, отказаться от вредных привычек, курения, алкоголя, естественно. Ну и при симптоматике проходить медицинские обследования. Также укрепляйте иммунитет, обязательно. Посмотрите мои видео по главным витаминам, жирным кислотам, по которым сейчас есть дефицит практически у всех. Это витамин D2-D3, это витамин К1-К2, это видео о омега-3 жирных кислотах, это видео о витамине В12, это видео про минерал цинк. Посмотрите обязательно мое видео с синдромом дырявого кишечника. Посмотрите мое видео про дисбактериоз. При серьезных заболеваниях ЖКТ и при наличии хеликобактер нужно питаться дробно небольшими частями. За раз нужно съедать мало, чтобы среда желудка обработала всю пищу. Необходимо исключить жареную пищу, сильно острую, не допускать никаких кондитерских, рафинированных синтетических изделий. Пить воду, очень важно пить водородную воду, которая обладает мощнейшей антиоксидантной защитой. Посмотрите вот это видео про персональный генератор водорода и свободных электронов. Исключить в этот период из рациона питания необходимо все соленья, маринады тем более, естественно никакого фастфуда и никаких газированных вод. Эти корректировки питания легко и быстро, как собственно любые изменения, входят в привычку, в рацион жизни человека. Не только вредные привычки, но и хорошие, входят постепенно в привычный обиход и рацион. Ешьте как можно больше зелени, содержащей активный хлорофил. Посмотрите мое видео хлорофил и гемоглобин. А из зелени, дорогие товарищи, самое главное брокколи. В брокколи есть вещества, которые уничтожают в том числе хеликобактер, не дают ей развиваться, размножаться. Особенно важны проростки семян брокколи. Помимо этого, если у вас есть хеликобактер, я советую есть, добавляя в салаты, листья горчицы. Горчица и хрен в маленьких количествах тоже помогают подавлять хеликобактер. Помните, что совместно правильные меры разного характера имеют усиливающий друг друга эффект. Переходите на веганство хотя бы временное, хотя бы на 2-3 месяца периода лечения. Обязательно откажитесь от мяса и других высокомолекулярных белков. Не допускайте дефицитных состояний по важным питательным веществам. В наши дни не хватает питательных веществ человеку по многим причинам. Главную из которых я указал в моей лекции «Лес и почва». Если будет интересно, посмотрите обязательно. Ну что ж, дорогие товарищи, я хочу вам пожелать всем честным, хорошим, порядочным людям крепкого здоровья. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и обязательно пишите комментарий, чтобы помочь мне в продвижении данного видео, а тем самым помочь вашим знакомым, близким, друзьям, ну и вообще всем людям. Как говорится, предупрежден, вооружен, а дальше уж каждый человек пусть решает сам. Отмахнется, будет следовать рекомендациям или куда кривая вынесет. Мое дело предупредить. Но помочь людям информации, по крайней мере, я считаю необходим. По крайней мере, я это делаю и продолжать буду делать и в дальнейшем. Если вы не подписаны, подпишитесь на мой канал и нажмите рядом колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. И если вы увидите на своей почте моё видео, прочтёте название, вас интересует, смотрите. Нет? Не смотрите. Но, по крайней мере, не пропустите что-то важное для вас. На этом всё. И ещё раз напоминаю, что на нашем сайте nadgar.ru это самое лавандовое масло есть в продаже сезонно. По крайней мере, до лета, как правило, хватает его с осени. Два пузырька на один курс хватит одному взрослому человеку. Под товаром лавандовое масло на нашем сайте nadgar.ru расписана схема лечения. Ну вот теперь я уже всё сказал, поэтому до новых встреч, до новых видео. До свидания.